Мы еще две традиционные ценности, если вы помните, это то, что человек имеет высокодуховное и нравственное начало, и что основой семьи является верность в браке и доверие между супругами. Вот об этом и о многом другом мы пригласили поговорить удивительного человека, которого вы хорошо знаете. Это Юрий Дмитриевич Куклачев, почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств, народный учитель России, член Союза писателей России, создатель культурно-образовательной программы «Школа доброты», руководитель театра «Кошек» Юрий Куклачев, многодетный отец, 53 года проживший в браке со своей женой. Давайте его тепло-тепло поприветствуем. Юрий Дмитриевич, вам слово. Включите, пожалуйста, микрофон. Микрофончик мой. Здравствуйте. Ну вот теперь меня все слышите? Все нормально? Слышите меня, да? Алло? Да, все хорошо, продолжайте. Все хорошо, да? Значит, ну, все знают, что я занимаюсь одним очень важным делом. Все, наверное, слышали «Школа доброты» когда-то. Лет 30 назад я открыл «Школу доброты» и, конечно, очень рад, что услышал Шалва Александрович Ромашвили. Это мой учитель. Это человек, который меня вдохновил, который мне дал, так сказать, много очень внутренней наполненности. Он помог мне именно такую силу, так сказать, найти в себе, чтобы разобрать те подробности, которые я проводил через свои ощущения. Дело в том, что наша «Школа доброты», которую я открыл несколько, 30 с лишним лет тому назад, она основана на том, чтобы, первое, я начал с того, чтобы помочь ребенку раскрыть себе свои природные способности. Раскрыть тот дар внутренний, который находится внутри. Затем я начал, так сказать, увидел, что этого мало, стало, надо общаться уже с учителями, надо работать с родителями. И моя программа перешла уже от детей уже к родителям и работа с учителями. Большая, огромная работа произошла. Я даже написали мы с моей дочерью книгу, называется «Духовная кулинария», где мы даем упражнения, упражнения работать, помочь себе, самому себе преодолеть обиду, помочь себе более быть внимательным, более быть наблюдательным. Ведь образное мышление развивать, через образное мышление, в общем-то, это необходимое качество человека. Были самые великие открытия, Эйнштейн сказал, были произведены только благодаря образного мышления. И вот мы, развивая все это, мои основные позиции были, было написано 9 книг, которые прошли экспертный совет ученых, и они вошли в школьную программу. Как книги, так сказать, дополнительного образования к уроку «Окружающий мир». Книга для неклассного чтения. И вы знаете, сейчас очень хорошо, потому что в Москве, вот почему-то только в Москве это произошло, в Белоруссии, вот я услышал, что в Белоруссии люди, так сказать, педагоги занимаются, мои книги попали в Белоруссию, а в основном по Москве. Юрий Михайлович, когда нашел эту книгу, он сразу сказал, все дети должны читать. И во всех школах появились эти книги. И теперь я прихожу и работаю со школами, мы очень активно работаем. А апробацию я прошел в колониях. Вы знаете, очень правильно было сказано, что есть дети, которых вообще забыли, вычеркнули из жизни. А ведь дети в 14 до 18 лет, я начал в спецшколы, где дети в 10 лет уже совершили страшные преступления. И вот мы начали с ними работать, и уже где-то 15 лет, у нас уже сегодня 16 год пошел. Мы продолжаем работать с моим педагогом, такой есть Списиско Вячеслав Семенович. Вот, и мы с ним работаем, и я скажу, что у нас очень много положительных результатов. Мы досрочно освободили 375 детей. Это очень большой, так сказать, я считаю, наша заслуга. 375 матерей, рады. А главное, что дети, никто не вернулся обратно. Это я, в общем, рассказал вам о той, потому что я услышал, жизнь для других, очень хорошая тема. Но она как раз попадает под мою школу доброты. Дело в том, что такое жить для других. Можно говорить, я живу для других, а жизнь для других, в моем понимании, это раскрыть в себе свои способности, вот увидеть свой дар, развить его до того, чтобы это можно было отдавать людям, стать мастером. Я, так сказать, первое, с чего я начинаю, подходить к своей жизни как к творчеству, потому что искусство – это высшая степень мастерства. А мастера все уважают, если вы мастер своей профессии. Мастера все любят, и мастер хорошо получает за свою работу, понимаете? Поэтому я говорю, ребята, хотите быть богатыми? Пожалуйста. Теперь о взаимоотношении. Вот искусство взаимоотношений – это большое искусство. Дело в том, что оно построено, вот я беру пример от того, как мы с супругой, ведь мы уже 54-й год вместе. И почти, я вот так наблюдаю, почти каждый день вот ссоримся. Моя супруга меня поправила – не ссоримся, а спорим. Ну, конечно, естественно. Когда мы встретились, у ней свое убеждение, свой взгляд на жизнь, у меня свое. Все, но нас объединило творчество. Она поняла, что нам же все, весь свои дары, все свои способности отдать человеку, который живет искусством, который ищет что-то свое. И, в общем-то, я считаю, что благодаря супруге я стал куклачевым. Потому что, если бы не она, я бы никогда не выделился через среди всех клоунов мира. Потому что, когда я закончил цирковое училище, и, понимаете, я просто начал работать как клоун. Клоун, акробат, клоун, коверная такая есть профессия. Вот. Но таких очень много. По всему миру тысячи. Можно сказать, очень много. В каждой стране, в каждом цирке. А вот у меня была задача. Она говорила, Юра, надо что-то такое, чтобы необычно, чтобы ни на кого не похоже. Что? Ну как? И она не давала мне. Вот именно она не пилила меня. Она меня где-то... Понимаете, очень важна супруга. Она должна так чувствовать, не только физически, но и духовно, как мужчину поддержать. Как в нем вдохновить пламя. Огонь такой. Вот. И я все время искал. И вот этот пояс, когда ты обращаешься, вот можно сказать, во вселенную. Господи, помоги найти себя. Вот какой я вот должен быть клоун необычный. И вдруг, когда ты обращаешься, творец всегда дает возможность. Только не пропусти, не пройди мимо. И мы идем, и вдруг в кустах котенок грязный, мокрый. И моя супруга, она такая хитрая, она... Вот я уже, фу, грязно смотреть на него, он как крыса. Хвост мокрый, котенок на крысу похож. Я хотел пройти. Она говорит, слушай. А котенок услышал, как закричит. Мяу. И такой, помоги. Я внутри почувствовал, помоги. И вдруг она говорит, давай накормим. Очень, знаете, умно, накормим. Первое, что да, надо ребенок просить, покормить. Накормили. Пронесли домой. Рукомойники постирали, глаза чаем промыли. Это оказалось такой пушистой, красивой. Любовь пришла. Очень важно при взаимоотношении дома, во время друг с другом, невозможно говорить, что мы исключительно, у нас все прекрасно. Этого не бывает. Все равно кто-то не так чашку ставит, кто-то не так вилку берет, кто-то, может быть, чавкает там еще что-то. Как-то что-то другого раздражает, какой-то интеллект. Это очень трудно, когда соединяется все, как наша бабушка и дедушка. Они прямо, он ее носил на руках. Это сегодня очень сложное время. Поэтому любые мелочи, любые вот такие, которые появляются, вот такие споры. Этот спор должен иметь какую-то границу. Я всегда говорю, подошли, так сказать, к комнате, к постели и забыли. Все, споры нет. Забыли. Потому что та энергия, то волнение, которое появилось, как семья образуется. Ты увидел, она увидела, воспламенилась внутри, позывной пошел. Это словами не объяснить. Все, стремление, прикоснулись. Волнение, все. И вот это сохранить надо. Вот мы уже 54-й год. И я думаю, и это вот это трепетное волнение. И это очень важно сохранить. Для этого, в общем-то, я заметил, надо было работать над собой. Вот я даю здесь, в общем-то, упражнения очень много. Потому что надо уметь преодолеть обиду. Как это делать? Ведь обиду вдвоем не преодолеешь. Конечно, это чисто индивидуальное внутреннее состояние. Поэтому на состоянии вот внутри, как это сделать? Вот я даю специальные упражнения, долго искал. Мои упражнения сначала взял у Аристотеля, сначала у Станиславского, а потом выяснилось, что Станиславский еще у Аристотеля взял. И ни в одних учебных заведениях это не преподают. И поэтому я сижу вот в интернете и, в общем-то, подключаю сюда квантовую науку, все. И уже пришел к тому, что хотите, не хотите, слово и обладает такой мощной энергией. Вот при взаимоотношении с словом, в семье, это вот самое главное. Я понял такую вещь, что вот чем старше мы, сначала я был молодой, горячий, все. И выстраивалось так. Она как бы подчинялась мне, понимала волю такую энергичную, вот что-то должно произойти. И я говорю, вот делаем так. Она говорит, нет, ты знаешь, надо вот так. Я говорю, да ты что, вот так вот, я считаю, раз. Потом получалось, что надо делать, как она сказала. Но она спокойно, смиренно говорит, ну я же сейчас сказала. Знаете, насколько в ней было чувство. Я же сейчас сказала, вот так. Я говорю, ну да, ты права. Ну ладно, в следующий раз опять появляется. Опять вот, опять уже здесь начинается спор. Я говорю, вот так. Она говорит, нет, вот так. Она уже настаивает, все, я нет. Нет, потом я как мужчина. Стоп, вот делаем так. Знаете, уже гордость такая. Сделали. Опять мимо. Ах ты, мама родная. Она говорит, ну я же говорила. Она мне не пилила, не корила. Ну я же говорила. И вот так, ручки, знаете, вот так. Ну ты так думай. У тебя же голова есть, думай. И вот третий раз. И она говорит совершенно противоположно. Я это. И тогда внутри я думаю, ах, делает как женщина, как она сказала. Все. И все получилось. И я понял. Вот если мужчина слушает меня, мужчины, как бы вы себя великим не ставили. Женщина вас увеличивает. Говорит какой-то вивком, сильный, какой-то мощный, какой-то энергичный. Ну не берите это прям совсем. Это, понимаете, вы запомните, у женщины все равно выше. Она все равно чувствительней. Им Господь дал две хромосомы. Нам одну, а им две. Они потому, что у них нагрузка больше. Они детей воспитывают. Она будет 9 месяцев носит. У нее такое напряжение, что нам, мужчинам, это представить очень тяжело. Поэтому я вам говорю, мужчины, семья хотите сохранить? Можно спорить, не ссориться, а спорить. Переводите ссору в спор. Потому что спор, поспорили, чтобы спор не был такой ненависть вперед. На ярости не доводите спор. Понимаете? Потому что семья – это единый организм. Что такое ярость? Это то же самое. Это один, это единое целое. Ну представьте, поспорили, все. Ах, рука мне мешает. Взял ее, отрезал. Без руки. Она же твоя рука. Ведь если внутри вот это сколыхнулось, держите это. На этом держится все счастье. Понимаете? И все то, что с Европой нам страшной волной сюда лезло. Всеми силами, через всякие какие-то пырочки все пролезало. С счастью, приказом, отловили все. Мы будем традиционное. Мы на Руси, у нас была верность, у нас была честь. То есть все это шло через совесть. Вот этот внутренний механизм, который дан каждому, вот каждому человеку, вот этот в области сердца. И сердце оказывается. Сегодня работая в интернете, вдруг я смотрю ученому, американскому ученому, дает Нобелевскую премию, что он открытие сделал. Оказывается, не только четыре доли головного мозга участвуют в процессе нашей жизни, а еще и пятый мозг нашли. Ученый, исследуя уже на уровне, квантовом уровне сердца, вдруг обнаружил, что там есть нейроны. То же самое, что в головном мозге. Представляете, нейроны. Нейроны, между ними связи могут быть неограничены. Не, так сказать, расширяйте мировоззрение, как можно шире, ярче, не ограничивайте себя. Не только впечатление, а вот именно мировоззрение, взгляд на жизнь, пропускать. И вот сердце, вот этот, единственное, что этот мозг, сердце, пятый мозг, он не поддается, его нельзя не увлечь. Его нельзя ничем соблазнить. Он чисто напрямую связан со Вселенной, и поэтому в этом месте, вот в этой части, где вот эта вилочковая железа, это территория, это самая главная территория, где происходит, и мы чувствуем радость, и мы чувствуем горе, и мы чувствуем все в этом месте. И единственное сердце, оно вот именно обладает тем навигатором, тем основным путеводной звездой, которая подсказывает, как надо. Он внутри мозг-то нам работает, четыре доли работают. Говорит, нет, нет, так невыгодно, так нехорошо. Ты что? И тогда, и можно единственное, взять и отодвинуть совесть. Как мы видим сегодня, многие прорвались во власть, отодвинули свою совесть в Думу, везде. И без совести, без чести. Самый главный, самую главную заповедь, которую в Новом Завете сказано, возлюби ближнего, ближних людей, которые с тобой рядом, рядом все, их начисто, это нарушение всего. Внимайте, без совести человек – это зверь. А в общем-то, а в Новом Завете прекрасно сказано, без совести – это ходячий, это крашеный кров. Он может, знаете, психический человек может быть здоров, на нравственном уровне он может быть интеллигентный, одеть, уступить место, красиво сказать правильно, анекдоты рассказать. А на духовном уровне он может быть мерзавец, как говорят в народе, скотина, бессердечное, бездушное существо. Вы знаете, мне в жизни повезло. Вот почему у меня так произошло, такое развитие, такой всплеск. Сначала я открыл школу доброты, а сейчас уже Академию доброты. Потому что доброта – это главный элемент духовного мира. Что бы вы там ни делали, что бы ни говорили, это основа. Без доброты нет любви. Нет, а это самый главный закон Вселенной. Все построено, все создано. Земля, деревья, цветы, животные. Да мы с вами все создано силы любви. Представляете, вот эту энергию прочувствовать. А у нас какая-то передача появилась. Она нам любовь навязывает дом-два. Через инстинкт. Цепс. Я потерплю, я страдаю, я все. И поэтому молодежь сегодня туда кинулся. Это интересно там. Что-то поверить. Увлекли мозг туда, четыре доли туда ушло. А пятый тащит, не может вытащить. Что делать в эту секунду? Надо единственное, что надо помочь. Не надо никого учить. Надо сегодня, вот когда я прихожу в колонию, я понял, что я делаю. Я просто им подсказываю, даю самое лучшее воспитание, личный пример. Я им рассказываю, как у меня проходило становление. С 7 лет у меня появилась цель, устремление. Как я устремился. Этот мальчик, который кушает, после войны кушает. Я помню, голод сейчас даже ощущаю. Тогда было так тяжело. В этой комнатке 15 метров 5 человек жили. Как? И этот мальчик. Вдруг его дядя Вася спросил. Юра, что ты будешь делать сегодня ночью? Я говорю, как что? Спать? А ты сегодня ночью не спи. Почему? Думай. Я говорю, а если ты не будешь думать о своей, кем ты быть? Ты, сынок, вырастешь, как Бобик, и будешь бегать и искать, где тебе больше заплатят. Бобиком хочешь быть? Я говорю, не хочу быть Бобиком. Не спи. И это меня так задело. У меня в 7 лет я понял, что я не хочу быть Бобиком в этой жизни. Я должен искать, кто я. Что для этого делать? И я предлагаю детям. Я говорю, ребята, изучайте свое воображение, фантазию. Начинайте искать в себе. Ведь Господь сказал, что Творец не где-то там в небе, а у тебя внутри. Ищи. Находи свое ДНК. В своей хромосоме. В хромосоме, представляете, клетка живая. Это Дарвин, который неверующий нам, атеисты. Что это все само собой произошло. Не может этого произойти. Клетка живая не может из неживой появиться. Это создано умом, разумом. Потому что это Вселенная. Там ДНК, хромосомы. На которой заложена информация. Все представляете. И это. И вот он меня. Настолько это меня задело. И я когда воображением понял, что хочу смешить людей. Вот вы сказали очень правильно. Что жить для других. Как? Если ты попадаете в свое психотетическое состояние. И вы сами в себе. Вот посмотрите. Я когда Монаш Лили смотрю его передачи. Вот он говорит все. С каким вдохновением. Он передает свой опыт. У него уже возраст. За 80. Все. И он пытается отдать. Пожалеть. Поделиться своими мыслями. Своими впечатлениями. Своей жизнью берет. Все. Понимаете. Это уникальная личность. Дай Бог, чтобы он больше жил. Вот это очень важно в жизни. Дело в том, что когда мальчик появился, меня никто не учил. Я сказал себе, я решил стать клоуном. Потому что счастье отдавать. Отдавать. Радовать людей. Радовать. И я начал работать. Я сказал, что я могу делать сейчас. В эту секунду, чтобы осуществлять свою личность. Детям надо. Вот появилась идея. Не сиди сложа руки. Сразу вставай. Начинай делать. Как? Что ты можешь делать? Что? Ты можешь. Я подумал и сказал, я пойду завтра заниматься балетом. Почему балетом? А Чарльд Чаплин прекрасно двигался. Великолепно танцевал. И я должен владеть своим телом. И вот я мальчик. Я 7 лет начал танцевать. Сам 5 лет танцевал. Потом пошел в церковое училище. После 4 класса туда принимают. 4, 5, 6 меня не принимают. 7, 8 класс не приняли. И даже в 8 классе посмеялись в лицо. Один педагог очень знаменитый встал и сказал, я, мальчик, ты уже нам надоел. Ты посмотри в лицо, какой из тебя клоун. Ты никогда не будешь клоуном. И он мне так, грубо, уходи отсюда. И я пришел домой убитый. И вернулся отец. И спросил, сынок, тебя приняли? И, папа, в меня никто не верит. Никто. Он сказал, тихо так положил руку на плечо и тихо сказал, а я знаю человека, который верит в тебя. Кто? Я. Мой отец. Отцы. Вот вы ведете отцы. Запомните. Отец. Это огромная мощная сила. Когда папа мне это сказал, что он верит в меня, я понял, что все. Нет силы, которые пересилят меня. Отец должен находить время, общаться с детьми. Работа, друзья, звонят телефон, бизнес. Бррр. Это так. Но дети важнее. Самый главный бизнес – это ваши дети. И я вам всем доказал. У меня трое детей. И каждого ребенка я воспитывал, как моих котят. По программе «Школа доброты» я наблюдал у них. Находил способности и эти способности поощрял. Поощрял всеми силами, любым способом. Вовочка танцевал полтора годика. Майкл Джексона, пожалуйста, хореографическую академию закончил. Звезда балета за рубежом. Все. Звезда. Ну, звонит мне, говорит, папа, я не хочу здесь жить. Хочу домой. Я говорю, сынок, прекрасно. Я тоже не могу жить за рубежом. Приезжай, балет с кошками сделаешь. Мальчик сделал балет с кошками. 50 кошек у него. Щелкунчик. Это же явление. В этом театре оформления сделали. Все. И шедевр мирового класса. Рисовала. Рисовала. Великолепно. Вашаток. Все. Закончила академию художественную. Сейчас. Потом перешла песком. Говорит, тоже хочу с кошек. Говорит, ну, пожалуйста, кошки-то всегда у нас. Живот все. И она сейчас рисует кошек. Создает такие спектакли. Молодые мозг. Дети сегодня очень талантливые. Они выше нас. Они необыкновенный дар у них. Они, представляете, что можно с кошкой придумать с кошками. Вдруг они мне говорят. Папа, я вот решила сделать спектакль против гаджетов. Сегодня вот гаджеты. Я говорю, гаджеты? Что это? А слово потом все гаджеты. А вот. Понимаете? И она взяла девочку. Они молодые. Придумали сценарий. Все. И создались. Шедевр, я считаю. Это родители говорят. Ой, какое спасибо. Какое счастье. Мы прямо на этот спектакль детей вводим. Смотрите, что вот будет с вами. Смотрите, что произойдет. Через игру. Через шутку. А Имочка, он сверхталантливый. Супер. Я вообще молчу о нем. Он закончил ГИТИС-институт, факультет драмы и делает драматические спектакли с кошками. Представляете? Драматически сидят. Дростные у них волосы шевелятся. А дети ржут, кричат два часа. Это настолько. Вы понимаете? В жизни очень важно. Семья. Это единая планета. Это мы можем сегодня совещаться, говорить, посидели, все. Но наша задача. Это наша кучка там 100, 200, 300 человек. Все. Мы должны сконцентрироваться, собраться и пойти в народ. Мы должны с детьми начать вести беседу. Об этой очень удивительной. Я вам даже хочу предложить. Вы посмотрите школу доброты. Зайдите на сайт «Школа доброты». Что это такое? Чем я занимаюсь? Как я к учителям? Обращение какое? Ведь мое обращение к учителям висело в Министерстве образования. Когда Васильева услышала, увидела, она сразу поставили. Потому что я, да, я не имею педагогического образования. Все. Я все пропускаю через себя. И постоянно тяжу в интернете. Я ищу все лучшее, что есть. Все лучшее собираю. Я понял, что можно говорить о нравственности. Можно говорить о духовности. Но нужны какие-то еще упражнения. Потому что, чтобы поднять штангу 200 килограмм, начинать надо с пяти. Постепенно мышцу. Духовный мир – это такое невидимо. Его нельзя ни потрогать, ни пощупать, ни на вкус, ничего. Он настолько велик. И настолько его... Вообще, это как черные дыра. 95% Вселенной состоит из него. Вы знаете, вот ученые уже пришли, что все это планеты, все это 5% мироздания. А 95% вот это энергоинформационное поле. Вот это, понимаете, электронно-магнитно-электрические волны. Там все. Там атомные... Все это... Представьте, что такое атом. Атом. Мы так... Атом... Он миллионы раз меньше молекулы. Но атом, если увеличить до футбольного поля, то ядро атома, вокруг него электрон, все... Ядро атома будет в этом футбольном поле горошенко. Представляете, сколько пустоты? И ученые не знают, что это такое. Они и бог топлет. А почему-то это электрон вот так. Долго искали, что, как, чего, сколько электронов. А он мгновенно перескакивает с одной части Вселенной на другую. Все, мгновенно. Потом вдруг ученый один говорит, а это один электрон. На всю Вселенную. Как один? И вот сейчас идет спор. Мне интересно. Я вот, так сказать, смотрю, наблюдаю за этим. Я на совещании смотрю. Понимаете? И поэтому, если вы, педагоги, хотите помочь через упражнение, через доброе слово. Ведь что такое школа доброты? Это нравственное воспитание в целом. Это не урок 45 минут. Это постоянная работа над собой. У меня с учителями великолепная программа, в которой я помогаю учителю. И учитель же выгорает. Особенно те, которые в колониях. Педагоги, они же вообще, им очень трудно жить с такими детьми, которые там собирают со всей страны таких, можно сказать, детей, уже угасших. И вот я даю упражнение, очень важное упражнение педагогу, как сохранить себя. Я подсказываю о том, чтобы к уроку отнестись, вот кто сейчас педагоги слышит, и подумайте на эту тему. Вот мои книги, здесь вот «Духовная кулинария», ее можете заказать на сайте «Театр кошек». У нас там есть букинистический магазин. Вы увидите, что педагог и актер – это очень близкие профессии. И потом я вдруг смотрю, Антон Павлович Чехов, мой любимый писатель, пишет, что педагог обязан быть актером, художником и влюбленным в свою профессию человека. Все. И это точно, вот я нашел оправдание всей моей огромной работы, которую я уже вёл, работал. Отходите к своему уроку, как спектакль. Спектакль, который длится 25 минут. Вот готовьтесь и научитесь импровизировать в этом спектакле. У вас есть заданная тема, программа, которую вы должны сказать. Отойдите от лектора. Сегодня всё образование было построено на том, чтобы загрузить учителя всякими отписками, всё туда-сюда, не дать учителю раскрыть свой потенциал, возможности. Это катастрофа. Представляете, как сложно было с тем-то умно продумано. В 90-е годы придумали зарплату учителя сделать ниже уборщицы. Ага, так, уже талантливые не пойдут. А чтобы они ещё не кумекали, не развивались, им, давай, вот пусть они отчёты пишут, министр. А я как-то замминистра говорю, слушайте, зачем вы это делаете? А мы должны видеть, как педагог работает. А для чего вы нужны? Вас вообще надо испередить. Вы лишние люди. Самый главный человек – это педагог. Учитель – это вообще душа. Это такая, это мощная. Если врач спасает физическое тело, учитель спасает духовный мир ребёнка. Он подготавливает его к выходу в этот мир. Да, физика, химия, математика. Да, сдал, эгэк, всё. А дальше что? Он же должен быть человеком. Я вспоминаю, моя бабушка говорила так. Это счастье. Она говорила эти слова. Бабушка неграмотная. Она четыре писать не могла. Всё, такая писатель. Родилась до революции в деревне. Она говорила, сынок, если ты проснулся, и у тебя что-то болит, радуйся. Значит, ты ещё жив. А если ты чувствуешь боль другого человека, значит, ты ещё человек. И вот эта бабушка была грамотная. Она знала тысячи песен, тысячи пословиц. Она всё по памяти знала, всё. Понимаете, вот это русский народ, это Россия. Это же не просто русские. Россия, это и грузины, и армяне, и азербайджанцы. Как мы сейчас это видим? Как сумели какую-то часть украинского народа душевного всём столкнуть славянам? И мы это страдаем, потому что там кому-то это выгодно, чтобы мы грызли друг друга. Мы должны сказать «нет» моим отношениям. Мы не должны кричать, мы не должны выходить на площадь, мы не должны возмущаться, осуждать. Мы должны молча сконцентрироваться и начать работать над собой. Каждый из нас должен не упиваться, что вот я добился, вот я это. А начните тихо, скромно, просто ещё наполнять себя теми необходимыми знаниями, ощущениями, что бы вы ни хотели, всё через ощущения. А самое главное, построено, хочешь не хочешь, почему доброта очень полезна для здоровья. А потому что так построено физическое тело человека, так Господь придумал, что две, всё на гормонах, две гормоны, два гормона любви, вот счастья, и семь гормонов страха. И представляете, если вы обижаете, ревнует, завидует, кого-то осуждает, гормоны страха начинают работать, и человек даже не понимая, что он творит, он на уровне ДНК начинает эту хромосому рваться, почему образуется опухоль. Болезней нет. Вся болезнь у нас в голове, потому что неправильное отношение, неправильный взгляд, неправильное размышление. Мы увлеклись, что-то поддались какому-то влиянию. Очень важно создать, наша с вами задача, создать внутри себя такой энергетический поток, чтобы люди, вот у меня специальное упражнение, как два гормона счастья, должны побеждать вот эти гормоны. Как это работает? Это есть специальное упражнение. Можно этим заниматься. Можно, это так же, как физическая зарядка. Всё это можно развивать. И прекрасное, я вам скажу, вот, знаете ли вы, не знаете, советую всем обратиться к такой великий академик Сытин, на строе Сытина. Там при помощи слова, ведь слово воздействует, ДНК, оказывается, слышит. Это же, представляете, ДНК наше, оно, клетка наша, слышит, имеет ухо. Мало этого, что имеет ухо, она ещё извлекает звуки. И есть учёный Горяев, который определил, жалко, что он устроил из жизни, очень рано, очень жалко. Он сумел определить прибор, который снимает, фиксирует вот это звуки из больной печени. То есть, здоровая печень на больную может посылать эти звуки через наши органы чувства, воздействовать на больную печень и рассасывать. Это мощнейшее. Представляете, как кто-то, может быть, работал так, чтобы этот великий человек, который живёт в России, в большое время не ушёл из жизни. И это... Но мы не должны останавливаться. Мы должны работать. Вот он открыл это всё. Имеет наша ДНК, имеет ухо, имеет слух, имеет всё. Поэтому первое, что я сейчас просто совет даю. Утром проснулись, сделала потихоньку. Я, ну, такой возраст уже, восьмой десяток, делаю целый час с лишним зарядку в кровати. У меня специальная система, если кто хочет, отдельный, это долгий разговор. Светили супругу глазами. Улыбнитесь. Улыбнитесь, который только что мы её впервые увидели. Вот это состояние. О, увидел её. О, и вот это состояние первое, когда ваш колокол уже... Ой, даже она уже форму потеряла. Возраст-то всё. А вот глаза-то оставишь те живые. С глаза всколыхли. Улыбнитесь. Это очень важно. Улыбка. Она ничего не стоит. Улыбнись. Понимаете? А если что-то поссоришь, осознай, что ты неправ. Попроси прощения. Ну, скажи, прости меня. Ну, извини. В семье должно быть уметь осознавать свою. Не стоять на тебя. Так и дальше не сделают. Тебя разрушается только потому, что все настолько... Молодёжь. Её же воспитывали как? Мальчик, ты возьми журнальчик, книжечку. То есть такой блокнотик. И записываешь, сколько у тебя девочек было. Брунетка, владелька. Так, какие ощущения. Девочки тоже показывают, всё объясняют. Ты должна в гражданском браке. А вдруг он тебе не подходит? Девочки, я был недавно в Чечне. Я был потрясён. Чтобы вы знали. В Чечне. Я пришёл, проводил уроки доброты в школах. Я был потрясён. Они перед уроком читают молитвы. Да. Религия – это вина государств. Да. Они считают это обязательно. Они считают, что молитва – это именно тот внутренний настрой, который возвращает те твои нитменные чувства, восстанавливает тебя такой стержень. Там девочки прответлённые. 17-18 лет. Они как прям... И она светится. Это вот на Руси были такие. Понимаете, когда немцы... И Геннадий что написал, когда они начали увозить из деревень, русских деревень, в себе женский пол, девочек, всё. И он пишет такое письмо, что, слушай, эта страна непобедимая. Там девочки-девственницы. Для немцев было... Это невозможно быть. Юрий Дмитриевич, извините, пожалуйста. Можно я вас... Всё, я понимаю, я могу долго говорить. Да, остановить вас – это как поток доброты прервать. Короче говоря, я закругляюсь. Я хочу вам сказать следующее. Давайте вместе дружить. Обращайтесь. Я вот, Шава Александрович, очень жалко, что надо в Грузию ехать. Очень тяжело, трудная сегодня проблема. Очень жалко, что мы здесь... Мы должны хотя бы объединиться. Вот так по телефону. Возьмите мои координаты. Дайте всем, кто к вам обратится. И дайте мои координаты. И мы можем работать совместно. Потому что мы не должны каждый за себя. Вот я приду. А мы должны вместе объединяться. Только вместе объединившись. Мы будто это сила, которая поможет. Мы, представляете, выйдем в народ. Работать с детьми, с семьями. Всё. И это тогда у нас другая страна будет. У нас другое отношение в жизни. Мы должны жить в счастье и радости. Радоваться люди должны. Господь что сказал? Когда создал человека, он сказал, радуйтесь и размножайтесь. Радость, вот здесь, в вилочковой железе, постоянно испытывать надо. А размножаться, искать себе партнера по духу, по сердцу. Дорожить. Вот это самое главное. Спасибо вам. Спасибо, Юрий Дмитриевич. На самом деле, очень много вопросов. Но время мы бережем, поэтому для меня, конечно, очень жаль, что... Вы дайте мой телефон, они мне напишут на WhatsApp. Пусть пишут на WhatsApp. Да, хорошо. Спасибо за разрешение. Я думаю, все это услышали. Тоже были вопросы к нашим выступающим, которые были до этого. Пати Стамряко и с нашей прекрасной семьей из Беларуси. Мы эти вопросы вам обязательно пошлем. Поэтому, пожалуйста, на них ответьте. И в конце, чтобы подвести итог, я думаю, что сегодня были, конечно, невероятно важные слова сказаны. Давайте я, подводя итог, выведу все четыре традиционные семейные ценности, о которых сегодня говорили Патта Стамряко и Дмитрий с любовью, и Юрий Дмитриевич. Это что личность человека имеет духовно-нравственную основу. Первое – традиционная семейная ценность. Второе – семья – это лучшая школа любви. Основа традиционного брака – это супружеская верность. И жизнь для других – это наивысший стандарт отношений в семье. Вот такие традиционные семейные ценности мы предлагаем как один из итогов нашей конференции. Мы обязательно их вам вышлем. Будем ждать от вас обратной связи, предложений по их, может быть, доработке, чтобы они стали, как Юрий Дмитриевич говорил, не предметом обсуждения на конференции, а чтобы они пошли к людям, чтобы благодаря им создавались программы, различные объединения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, давайте это делать вместе. И мы завершаем сейчас первую часть нашей конференции. О чем будет вторая часть, которая начнется ровно в два часа? Путь к созданию крепкой и счастливой семьи – это не путь усеянной розами. Мы будем говорить о вызовах, о трудностях, которые стоят сегодня перед обществом, перед молодежью, перед семьями. Говорить с очень серьезными экспертами, с очень серьезными практиками. Поэтому, пожалуйста, после небольшого перерыва на 40 минут, ровно в два часа, мы начинаем вторую часть нашей конференции, а потом через некоторое время будем говорить уже о практических шагах того, как создавать крепкие и счастливые семьи. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за участие, спасибо нашим спикерам за невероятно удивительные опыты и ваш самый главный пример, который вы показали нам. Тогда на этом останавливаемся и не прощаемся, встречаемся в два часа. До скорой встречи!